Я хочу приветствовать всех здесь присутствующих. Мой монолог будет отчасти носить форму доклада. И данная встреча предполагает оценку, а я не сторонник того, чтобы сводить нечто до определенных конечных качеств. Хотя, знаете, в процессе подготовки к этой встрече волей-неволей подвергаешь себя анализу и критике. Хочется повторить слова Всеволода Дмитрасова, который сказал, что это не моя забота самого себя, куда-то относить. И в этом отношении это скорее задача как раз таки критиков и литературоведов. Но тем не менее это произошло, это был интересный опыт. Наша с вами встреча это откровение в первую очередь для меня, потому что если бы не сегодняшний формат, если бы не Владимир Антипенко, я бы не сделал для себя некоторых замечаний и открытий. Сегодня я буду знакомить вас со своим творчеством, рассказывать о том, что я в него вкладываю, и как сам для себя его понимаю и осмысливаю. А смысл для каждого – это его правда. Поэтому как минимум я буду оправдывать свое творчество, а как максимум поделюсь частицей чего-то несказуемого, чего-то того, что таится между строк. Если вы уловите это, примите это, то это будет лучшим показателем того, что есть наследие какое-то волшебство. Поэтому отчасти я надеюсь остаться недопонятым, но прочувствуем. Открытый, настиж, на две похож, меня узнаешь, насквозь пройдешь, пусть вывод сделан, итог не тот, останусь в целом, инког не тот. Как я уже сказал, я не очень люблю сводить нечто до определенных конечных качеств, и я сторонюсь категорических умозаключений. Вы только в слово «вымойтесь» – умозаключения. Неотделимость времени от тел определяет повсеместные границы. Определенность намекает на предел, но мы-то к запредельному стремимся. Мне нравится чувствовать пространство, особенно, когда речь идет о бесконечном. А речь пойдет о бесконечном, о запредельном, ведь все мы, носители чего-то непостижимо важного, жизненного, важного, вечного и бесконечного. Все это я называю одним словом – «это». Об этом я и буду говорить, о том, что это для меня. Я буду застрять на этом, ваше внимание, периодически возвращаясь к уже сказанному. Сочится ощущение межстрок. Я – космос, это я – пространство. Я – царь, повсюду вижу царство, божественное чувство. Я – бог. Помеж строк, чистый лист. Стихотворению нужен чистый лист. И не поймите меня неправильно, не я – царь, бог, космос, пространство, что позволяет мне быть. Я вижу своей задачей помнить это и воспринимать мир в целостности, а не в раздробленной частности. Все мы частично капли, несущие в себе целостность океана. Поэзия для меня синоним жизни. Это миропостижения, образования, самопознания, жизненный и спасительный эликсир. И здесь хочется процитировать Иосифа Бродского, который говорил, что пишущие стихотворения пишут его прежде всего потому, что стихосложение колоссальный ускоритель сознания, мышления и мироощущения. Испытав это ускорение единожды, человек уже не в состоянии отказаться от повторения этого опыта. Он впадает в зависимость от этого процесса, как впадает в зависимость наркотиков и алкоголя. Человек, находящийся в подобной зависимости от языка и называется поэтом. Жизнь для меня это больше синтетический, чем аналитический процесс. И любимейшей формой синтеза уже 7 лет для меня являются стихи, слова, язык. В отношении синтеза я люблю парадоксы, потому что они за пределами логики. Кто-то еще говорил, что стихотворение есть наиболее конденсированный способ передачи человеческого опыта. Наверное, поэтому я не пишу трактатов. Конечно, это для меня эксперимент. Искусство для меня носит по большей части экспериментальный характер. Кстати, об искусстве. Я считаю проблемой искусства прозябания повседневности, обессмысленной, обесчувственной, отдающей затхлой бренностью, отдающей сплошь мертвичиной, воплощенной в жалкой искусственности женщинами и мужчинами, занимающимися проституцией. Я считаю проблемой искусства отражение второстепенного, заслоняющего недоступностью первозданное и сокровенное. Точно легче напакостить ссором, чем воздвигнуть монументальное. И мне кажется, нас это скоро доведет до исхода летального. Я считаю задачей искусства обращение времени в вечное, ликвидирование безрассудства, пробуждение в нас человечного, прояснение и становление лучезарно ликующих личностей, умножающих в разделении человеческое величество. Я считаю задачей искусства побуждение к жизни и силе, к возведению новых конструкций, чтобы люди себя возносили, чтобы люди любили друг друга, не вдаваясь умом, славоблудство. Это высшая цель и заслуга созидательного искусства. Для меня искусство это в первую очередь искренность. Искренность в особенности перед собой. Поэзия это душевное раскрытие, ментальный экзгибиционизм, чувственное обнажение. Во-первых, для моего внутреннего наблюдателя, во-вторых, для моего окружения. Поэзия помогает мне принимать себя, оттачивать свое восприятие и отношение к миру. Шрифт шифруя, конусом ручки я постигаю нутро. Это я и хочу получить от искусства в общем. Искусство и культура это инструменты, высекающие из грубой породы изящную скульптуру, которая при определенных условиях начинает жить самостоятельной жизнью, продолжая процесс преображения действительности. Это труд и преодоление. Шедевр нашего человеческого мира сыроват, в нем много несовершенств, сталкиваясь с которыми можно потерять равновесие и упасть. Поэтому искусство всегда есть возрождение в том смысле, что мы всегда должны подняться на один раз больше, чем упали. Последние два года я находился в каком-то упадническом состоянии, таком меланхоличном. Партитура на бюпитре слоем пыли обросла, краски высохли в палитре и потрескались масла, черствые сухости погоды не впитать дождливых клякс, слов беззвучных хороводы не сойдут в речистый пляс, сдулись, смылись в тихом стоне, пыль ветрами, почва влагой, краски едким ацетоном, слов наброски на бумаге прошептались тем, кто верен, снова светел, звучен, свеж, водоление манере, новый, родин, ной, рубеж. Как я понял, вообще, возрождение это одна из ключевых тем моего творчества и возрождаюсь я от стихотворения к стихотворению. Я наблюдаю в себе эгоизм острый, невзрачный, кристальный, и колкий, стекла разбитые, сталь до иголки, вот эгоизм, мышальной, шаманизм, раз, расплавляю его волшебством, два, добавляю любовную лаву, три, призываю в себя божество, тело мое, его место по праву, я наблюдаемый глубже смотрю, полая, полная, чистая вечность, я человек, и во мне бесконечность, вот мой родной безупречный приют. Я возрождаюсь от эксперимента к эксперименту, преодолевая путь совершенственный, помимо общего значения этого, несколько лет назад я сформулировал и сформировал что-то вроде движения, которое так и называется, экспериментальное творчество оттуда, сокращенно это. Эксперимент это собственное проживание, я никогда ничему не учился, вернее, то, что я и делаю это, только чему-то учусь, но это происходит больше само собой, вот так и с поэзией. Уже седьмой год, как я уже сказал, я люблю поэзию, занимаюсь стихосложением, но все равно ощущаю себя еще лишь в самом начале пути, не считаю все написанное за это время пожалуй лишь фундаментом для моего будущего творчества. И чуть позже я еще скажу о метаморфозе творца. я чувствую своего рода рост, но как подобает создателю отношусь постоянно к своим творениям с предупреждением, что все всегда может быть лучше. Часто кажется, что я пишу на одни и те же темы, и тогда приходит понимание, что эволюция происходит как раз таки в их границах. Одна из таких тем это невозможность быть высказанным через слова, что и делает мою любовь к словесному образованию отчасти парадоксальной и даже абсурдной. Я не знаю слов, которые вы меня высказали. Люди теряются в джунглях словесных, и я один из потерянных, блуждающих в поисках мест неизвестных и тех, что еще не проверены, слоняюсь попрочем лазеечкам мира, не против попыток и опыта. Уносят меня пусть в пределах квартиры все то, что еще не протоптано. Бывает, топчась по каким-то остаткам, увязнув в осадках из выводов, я вдруг завлекаемый новой загадкой встречаю из версий выводов. И звери встречаются в качестве версий, все ищут чего-то, даже ищут внимание, что ли, о, как это зверски, на шум для предметов добыча, зародыши леса, дремучих концепций, разбросанных в качестве семечек, корнями поверьей внедряются в сердце лишь ветками чипных потемечек. Я знаю, где есть бессловесное место, туда не хожу я намеренно. Люди теряются в джунглях словесных, и я один из потерянных. сюда же можно отнести на такие строки «Не слушай зовущих к спасению, не верь распыляющим сажу, вывернись сам к откровению, что верно словами не скажут». В подобном контексте мое занятие служит как бы напоминанием и себе, и небольшому окружению об ответственности за истолкование действительности, ответственности, которую каждый несет перед лицом человечества. Это вопрос опыта. Мне кажется, я просто транслирую и выражаю различные формы отношения к реальности, стремясь приблизиться к наиболее правдивой, лучшей, эффективной форме или истолкованиям. И здесь возникает полярность позитивного и негативного, жизненного и безжизненного, временного и вечного. Но, опять же, это условное разделение, так как все едино. События в жизни и наши ощущения в большинстве своем подобны маятнику. Мы затрагиваем крайности и через них постигаем полноту бытия. А полнота на той полнота, чтобы вмещать в себя всевозможные противоречия. Я не отрицаю минор, тьму, невежество, но, как любой здоровый человек, стремлюсь к жизнеутверждению, свету, гармонии. Изюбери говорил, нескожими словами мы выражаем одни и те же стремления. Чаще стихотворениям не хочется возбудить в человеке ощущение загадочности и таинственности существования, реже прямо указать на буквальное несовершенство, требующее разбирательства. Встречая в городе современность века, забывший на миг наш культурный распад, я шел по улице и нашел человека, похожего на автомат. Он вел и чувствовал себя соответственно, поспешно свою источал механичность, автоматически меня поприветствовал. Ну, здравствуйте, а где личность? В ответ удивленно спросил я конкретно, куда подевался машина, водитель, где управляющий вашим объектом? Отойдите. Барьером он встал предо мной тарахтящим и начал транслировать гимны системе искусственной, ложной и ненастоящей. Я не в теме, я не хочу слушать ваши поломки, мне неприятен ваш грохот затворов, мне бы хотелось вибрации тонкой, а не шума мотора. Вот что вы стоите, мешая идти мне, зависший с дефектом спонтанности робот, с миром лишившейся связи интима, порвался ваш провод, он стал подгружаться, заряд батареи, растратился, видимо, я только рад, прощаться пора, с человеком скорее, похожим на автомат. Так вот, я против механичности жизни, я хочу провоцировать человека на творчество, я хочу пробуждать и возбуждать в людях ощущение величия существования, его невозможно описать, но всегда можно утвердить актом созидания. Я космос, я открыт и бесконечен, зовешь меня ты тайной мироздания, ты человек и у тебя дар речи, не выразить меня, лишь осознанием ты можешь раствориться в ощущении моих глубин и в широте пространной, замри и испытай мое течение бесчетное во времени столь странном, я космос, я все то, что существует, во мне одном все множество предметов прощается, кружится и танцует, встречая то закаты, то рассветы, философов ликуя, и поэтому любите меня, люди, почитайте, цените звезды не на ипполетах, цените выше звезды и мечтайте, я космос, я тотален, органичен, и пусть как часть ты чувствуешь мой хаос, твой ум велик, но все же ограничен, лишь в сердце безграничное осталось, ты свет, мой сын, я мать и тьма всей жизни, прими меня как данность, не вонзая свой безнадежный концептуализм, знай, с точкой по соседству запятая. При всей полноте от знаний никогда не ответят на все вопросы существования, но мы всегда можем пробудить в себе ощущение правдивости, правдивости и подлинной человечности. Это невозможно свести до концепции, поэтому с точки по соседству запятая. Выросли дети, приветствую, да здравствует новое время, встречающая посредственность сложившихся точек зрения, реальность изнанка детства. Взросление в язвенном жжении разъедает мой мир декадентством, а я хочу возрождения. Любомудрие дробит мир философскими парадигмами, а где-то бродит топир, играя с животными мирно в отмене удаленной природе, и опасны ему лишь тигры. А я здесь для дела пригоден, всерьез отдаваясь играм, пользуюсь суммой привычек, набором доступных рефлексов. Я лучше примкнул бы к птичкам, летающим по соседству, замечу я также уверенно восходом и тягой к просторному. Хочу быть похожим на дерево, растущие в разные стороны. Добавлю еще отношения, что буду я вовсе доволен сходить лодородно засеянным под солнцем широким полем. Все же это метаморфоза, суть которой принятие любых форм и проявлений. жизнь проще, чем нам кажется, чем мы думаем. И суть не в том, чтобы это понять, а в том, чтобы это чувствовать и вспоминать об этом от случая к случаю. Да, в жизни много трудностей, но трудности всегда от слова труд. А труд это всегда преодоление. После тяжелого то, как легко, а без нагрузки и легкость покажется тяжестью однажды. Человек отвечает своей свободой за мир, за свет в этом мире. А тьма, мы помним, это лишь отсутствие света. Никакие законы, никакие ограничения не сделают общество лучше до той поры, пока в каждом не проснется чувство правдивости и простоты. Люди любят себя доказывать, люди любят оправдывать вещи, люди любят о разном рассказывать, люди любят жалеть изувечанных, люди любят покорность и главенство, люди любят носить принадлежность, люди любят отличность и равенство, люди любят порочность и девственность, люди любят войну и насилие, люди любят любить людей, люди тянутся к изобилию, а в небе летит соловей. Вот этот вот соловей это вот меня кстати часто спрашивают отступление почему соловей, почему не воробей, почему там еще не кто-то вообще это получилось спонтанно и спустя какое-то время я только узнал что оказывается соловей это синоним поэта ну то есть не синоним образ поэта еще был давние времена вот как-то так органично получилось я так и оставил так вот этот вот соловей это вот то творчество которое просто происходит естественным путем и как уже было замечено носит оно экспериментальный характер даже спонтанный то есть почти каждое отдельное произведение написанное следует рассматривать как самостоятельное в контексте своевременности автора а вечность всегда своевременная поэтому я так часто возвращаюсь к ней в первую очередь это процесс но с каждым годом все больше и больше внимания уделяется результатам процесс от этого только приобретает его в весе вот здесь и хочется сказать о метаморфозе творца мне кажется что проще наблюдать эволюцию поэта в рамках определенной темы эта эволюция может носить метафизический характер экзистенциальный сущностный если угодно и конечно же характер технический и я бы хотел прочитать сервер стихотворений о моем отношении коврин мне легко пронаблюдать если не эволюцию то как раз таки ту самую метаморфозу от времени неизбежности к свободе безвременно временная разница между этими стихотворениями примерно год в начале было как-то так саркастично даже шутливо время вышло погулять а когда вернулась было слишком поздно его ровная поточная течь гладь заволновалась волнами вневольно не хотела время опоздать и поэтому без памяти бежала но не в силах было времени понять что нет ему конца и нет начала взволновалась волнами поточная течь гладь вернуться в равенство пытаясь скрупулезно ах зачем же время вышло погулять ведь когда вернулась было слишком поздно примерно через год уже мое отношение стало такое ну то есть тем и время стало более тяжеловесным и как-то даже удрученным для меня время довольно суровый ментор и я перед ним предстал претендентом подобный другим и такой же конечный такой же случайный но время лечит все эти невзгоды бренчит ключами местный никем неприметный сторож дверь в которые вечно стучали нынче открыты сейчас уже что свет загорается часто не к месту я заблуждался в своих коридорах время довольно странное средство вещи грохочут и плачут хором крепость свою защищая в пустую вещам истин неизбежном итоги вещи во времени жизнью рискую жизнью рискующим очень много я оказался учусь и стараюсь я вычисляю дальнейший вектор времени я иногда пугаюсь время довольно суровый ментор а дальше случилось то что я называю прийти к многоточию точек зрения мы отвыкаем от времени мы немеренно скованы к времени мы временно сдержаны к времени а без времени видим сны преднамеренно вырвись из времени без потерь простираться во времени невозможно ведь все это время а у времени только ты только ты ощущаешь время и и не я и никто в этом времени не подскажет ответом уверенно кто во времени ты есть сам попытки вернуться ко времени неравенство в вере и в рвении мы вновь привыкаем ко времени ко временным этим местам и наконец наконично и с чувством освобожденности запоздал суетился им час убавав на секундную милость я поставил часы на сейчас и время остановилось да вот такая вот метаморфоза вообще я бы заменил понятие эволюции на понятие метаморфоза потому что эволюция подразумевает под собой улучшение преображение трансформацию в более эффективную форму существования то есть подразумевается качество в данном случае качество перфекционистское да я стремлюсь к лучшему но непосредственным путем значит творческий процесс может свестись до формализации метаморфоза как раз таки ялистворяет естественный процесс изменения это естественность и цена в отношении метаморфоза эксперименты можно рассматривать как импровизацию как доверие своей интуиции как допущение спонтанности метаморфоза творческого процесса это поиск и нахождение и мой монолог уже подходит к завершению мне хочется прочитать два небольших стихотворения как раз на тему поиска не ищите певца если подлинный он то найти его можно лишь в песне коль художник пропал полюбуйтесь холстом растворился он красочной смесь не вопрос где поэт он рассеян в словах в стихотворном развеян эфире где же бог его нет вдалеке в небесах он расставил творений мира самое важное о поиске надо его почаще самому себе читать ищу все ищу да ищу я какое-то все знакомое опомнившись я почуял что ищущий есть искомое мне на последок хочется процитировать Уолта Уитмана он сказал что великая поэзия возможна только при наличии великого читателя поэтому читайте поэзию слушайте поэтов находите себя в этом дышите со временем выдыхайте вдыхайте вечную спасибо если есть какие-то вопросы замечания Александр толчок с чего началось читание систематически первая попытка я пришел в новую школу в пятый класс и на то время одноклассник принес мне стихотворение написанное чьей-то рукой я спросил чье это я думал это переписано стихотворение какого-то известного автора и он мне сказал это стихотворение написала моя сестра ей 17 лет и для меня тогда был культурный ну такой культурный шок десятилетнего ребенка то есть я всегда считал что поэзия это для каких-то избранных особенных таких людей от бога что простой смертный там какая-то девочка 17 лет она не может написать стихов вот и в тот момент в тот же день я пришел домой плюнул на все уроки взял ручку бумагу и стал из себя выуживать это был 99-й год стихотворение такое забавное получилось после этого я не писал лет 6 а потом как-то начал писать посвящение друзьям ну естественно во времена влюбленности там все вот это пишешь проносишь сначала через чувства потом выходишь на уровень уже ума и так далее то есть вот именно систематически началось в 2005 и вот именно первый толчок вот это вот удивление было в 10 лет спасибо не забудьте это у нас закончится Паша увидите пожалуйста ну уже все все да спасибо вам большое спасибо спасибо